Добрый день, уважаемые гости! Мы рады видеть вас в нашем обновлённом мечтальном зале. И сегодняшний вечер будем вести мы, Татьяна Анна. Под крышей нашего уютного книжного дома всегда собираются добрые друзья. Проходят удивительные встречи и интересные знакомства. Здесь собираются настоящие почитатели книги. Творцы не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. И сегодня нам с Анной выпала честь быть цветущими литературно-музыкального вечера «В травах звенят родники». А сейчас, пожалуйста, встречайте виновника нашей встречи Олег Алексеевич Козанович. Итак, Олег Алексеевич у нас член Союза писателей, лауреат премии «Златослав по море». Литературу Ости невозможно представить без имени Олега Алексеевича Борисова. Остианского поэта, прозаика, публициста, члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России. Олег Алексеевич – лауреат премии «Златослав по море». Лауреат Международного фонда «Культурная инициатива». Лауреат литературно-поэтического фестиваля «Земля родная». За большой личный вклад в развитие литературы России, активную творческую позицию по сохранению традиций отечественной классической литературы и в связи с 85-летием Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в 2020 году Олег Алексеевич был награжден отчетной грамотой «Союза писателей Российской Федерации». В перу этого автора принадлежит более 30 книг, прозы и поэзии. А сейчас мы хотим представить слово директору Устьянской МЦРБ Войткевич Светлане Александровне. Добрый день, уважаемые гости! Олег Алексеевич обносит большой вклад в развитие литературного творчества Устьянского района. Его проза, стихи и библиографические очерки являются достоянием для нашего будущего поколения и для нас, жителей Устьянского района. И мне выпала большая честь от Министерства культуры Архангельской области вручить диплом стипендиата конкурса на присуждение стипендий выдающимся деятелям культуры и талантливым акторам литературных, музыкальных и художественных произведений в 2022 году. Присуждается Борисову, Олегу Алексеевичу на создание однотомника, стихов и прозы на самом краешке района. Светлова Оксана Сергеевна, Министр культуры Архангельской области. Олег Алексеевич нам расскажет о новом предполагаемом сборнике литературного творчества. Спасибо. Спасибо, Олег Алексеевич. Стипендия присуждена уже третий раз подряд. Это, наверное, редкий случай в обшире истории. То есть культура, наверное, Архангельской области, потому что, насколько я знаю, никто трижды стипендий не удоставился. Вот мне почему-то как-то повезло, видимо. И благодаря, я благодарю за это в своем направлении культуры Анну Валерьевну Плютову, которая помогала готовить документы. Потому что на любой конкурс, как вы знаете, надо готовить документы. Без документов, без тем условиям, которые там есть, никто даже рассматривать не будет. Вот тут, значит, у нас как-то все сложилось, все получилось. Спасибо ей большое. Я вообще чувствую сегодня, что из того Белого дома наибольшее тепло идет мой адрес. Это с первого этажа. А начнем мы с вами наш литературный вечер с представления еще одной книги. В нашем зале находится юное дарование. Я хочу пригласить их сегодня на минуточку. Вот небольшой сюрприз для зрителей. Это Козлова Веста и педагог дополнительного образования Лариса Дмитриевна Быкова. Они немножко расскажут. Добрый день всем. Очень приятно, что нас пригласили на такое мероприятие. Хочу немножко рассказать. Вот о таком шедевре. В нашем... В сентябре в нашем учреждении в Устьянском детском и юношеском центре стартовал районный конкурс детской воспописной книги, который называется «Сохраняя традиции». Я предложила поучаствовать своей обучающейся, которая ко мне уже ходит на кружок мое объединение седьмой год, поучаствовать в этом конкурсе. И она согласилась. И у нас как-то тема в номинации «Устьянские мастера» определилась сразу. То есть мы сразу же выбрали, о ком мы хотим написать. Это наш северный поэт Олег Алексеевич Борисов. Вместо согласилось с удовольствием. Взялись мы с ней плодотворно за эту работу. Но конкурс-то стартовал в сентябре, а мы за две недели одолели и создали вот такую книгу. У нас были... Мы работали и выходные, и вечера, и днями. Были у нас и слезы, было желание вроде как бы немножко и забросить эту книгу. Но мы справились. И результат наличия. Тоже, пожалуйста, полистать. И показать. Да, мы вот так, по литочкам можно пустить. Немножечко, да? Прокажаем тему любви к родине. Конечно, живем мы сейчас в наше время, и порой душа болит за нашу родину. Да? И сейчас прозвучит стихотворение «Ты будешь ли, Россия?» Читает Акулова, Татьяна Владимировна. Подумать в душе, размышлять о вечном и великом. И мало где в домах хранят уже непленные, немеркнувшие люди. Едбали знает предок, предков, едбали знает предок, прадедов своих, продвинутые, клинские поколения. Дай Бог, коль кто еще и помнит их до третьего, четвертого колена. Зато полно картинок парнозвезд и безголосых сереньких певичек. Вопрос о прошлом не простой вопрос, он на усиданно уже неличный. И дело тут не только в суете и в современных сумасшедших ритмах, а в том, что мир подходит к пустоте. Прошедший век обрезок острой бритвой, а в нем остались все еще творцы, что жили на Руси и ей служили. Остались наши матери, отцы, остались все, чем предки дорожили. А это корень будущности сей. Ни дня не терпит пустоты природа и потому не безразлично ей, что умельчала русская порода и не сошла под смоглость велизна, что в день встречая на расистых зорях другим богам не кланялась страна от Балтики до Берлинкова моря. Россия, Русь, храни себя, храни, слова поэта помнит, помнит ли Россия? И неужели сердца не жгут они во времена безумные пихие? Алексеевич не просто любит наш родной север, он живет его жизнью, заботами и судьбами земляков. Он с неизменной любовью и восхищением пишет о краске русского севера. Нина Федоровна Акулова прочтет стихо-дорение «Мой русский север». Мой теплый дом, моя земля, мой русский север, родина, Россия, мои холмистые поля, мои рассветы золотые. Я счастлив тем, что здесь живу свой век и от родных корней не отрываюсь и как нелишний в жизни человек всю сопричастность с миром ощущаю. Судьба державы и моя судьба. Непросто ей и мне непросто тоже. Когда идет за будущность борьба, покой и лад душевный невозможен. Переживать за все у нас в крови и потому никто нас не осевит. Нет ничего, вернее, той любви, что в каждом добром сердце есть к России. Спасибо, Лёва. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, и продолжить тему русского севера с прекрасным, Надежда Васильевна Якимова, с прекрасным стихотворением. Мне нравится этот стих. Ну, во-первых, я сама преподавала структуру, как я была лечена, с богом уважения к своей стране. И у меня вот эти строчки первые, они были на сцене в жиловой истинской крае. Я пишу о России, которая есть. Напишу о России, которая будет. Возрождение ее начинается здесь, где живут работящие, сильные люди. Что жалеть о потере в прежней России? Пусть не славно было, не мало, чем без действий горько, страдать и густить, а стране, что внезапно разупалось. Лучше каждому место свое на земле по душе как могла обустроиться, чтобы в шумной столице и в тихом себе жить всегда только с добрым настроем. Вот мне нравятся эти стихи, пусть они небольшие, но мне нравится что? Что у Олега Алексеевича отражена инститивность. Я пишу о России сегодня. Я пишу о России о той, которая была и которая будет. То есть вот такая уверенность в будущем. И на тему творчества Олега Алексеевича Борисова у меня ученица писала работу, исследовательскую работу на Ломоносовское чтение, на 5-е Ломоносовское чтение и заняла второе место. Олег Алексеевич к нам приходил в техникум, подарил нам свои сборнички, какие сборника нам подарил. И, значит, когда он нам все это объяснил, рассказывал, как он пришел к этому, что стал писать. Мне что понравилось, что он сказал, что в каждом человеке есть зернышко. Зернышко таланта. Нужно только уметь это зернышко рассмотреть и его потом обливать. Поэтому мы очень рады, что вы это зернышко обливаете дальше, пока у вас не останавливается все люди. И спасибо маме книги, которые вы нам подарили. Очень эта тема, как будто я здесь побывала в своей деревне. Это счастье проснуться в родительском доме, когда летнее солнышко только встает и увидеть, что все здесь за боли знакомо, до мельчайших подробностей все тут свое. Мама завтрак на кухне тихонько готовит, проводила на Пасу корову уже, в сковородочках тесто вздыхает, заходит, до чего же светло легко на душе. Справит батя на улице звонкие косы, молоточком легонько по пятам суча, и пока не сошлись с трав обильные розы, будет портня опять от козьбы горяча. Молоком заплевая горячие шанги, ощущая прилив и желаний, и сил, понимаешь, что есть в том немалые шансы, чтоб ты на земле этой правильно, правильно жил, чтобы жили родители долго на свете. И огонь в окнах дома подольше горел, и не выдал тепло в нем наш северный ветер, студено, задувая уже в сентябре. И приехав в любое удобное время, снова встретить на родине близких своих, и отбросив ни в взгод непосильное время, вновь настроиться жить и любить и творить. Да, вот это мне действительно знакомо. Что такое пяту, косы отбивания, что такое попкосы, что такое действительно косить собственноручно, со всем этим знакомо. и поэтому действительно это степень удаления дает настрой жить, трудиться и творить. Спасибо, Олег Алексеевич. Любовь к родине, а как же любовь к женщине? Она всегда, мне кажется, и в военное время присутствует, и когда трудно, а любовь нечаянно нагрянет. Кстати, это точно. Мелодия любви, когда в руке рука, мелодия любви, когда в строке строка, мелодия любви, когда куста, куста, мелодия любви, когда жизнь на куста. У нас немножко было запланировано, небольшие изменения произошли, была запланирована песня о любви, но так получилось, что человек приболел. И сегодня мы с вами почитаем стихи о любви. Глентина Афанасьевна, а вы какое-нибудь запомнились вам стихотворение Алексеевича прямо о любви? Вот я сейчас прочитаю, вот интересно, как разыщено, можно? Можно. Ты все еще любишь, ты все еще любишь, ты все еще любишь меня. Выходит, прошедшее время не погасило огня, поблекли осенние листья, под серой сеткой дождя, а мне-то казалось, что лишним давно уже стал для тебя. пусть вышло не так, как мечталось, мелодия в сердце жива, она неизменно осталась, и те же остались слова. Но как тут о прошлом забудешь, все чувства в душе сохраня, и счастлив я тем, что ты любишь, ты все еще любишь меня. Может, еще кто-то почитает? Валентина, подожди мне. У меня четырехтише, дно. Да, самое первое. Хочу. Словно в раме картина, лес, развилка дорог, без тебя, Валентина, я прожить бы не смог. Все. Прямо в этих строках все сказано уже. Да, хотелось бы, конечно, песню послушать, но... Мы едем дальше. Легким воздухом медвяным Дышит жизнь Июльским днем Наши милые Устьяны Мы опять Для вас поем И нам снова Подпевают Ветры, Речки И леса. А кругом Кругом Родная Наша Русская Краса. До чего Светло И чисто На душе У северян Соловьиным Вешним Свистом Льются Песни Из Устьян По Поморью По России Обойди Весь Белый Свет Наших Песен Нет Красивей Лучше Наших Песен Нет В них И мужество И вера В силу Света И добра Благородные Примеры Тех, Что жили Здесь Вчера И любви Высокой Сладость О Потомках Славных Весть Да И долгой Жизни Радость Все В Устьянских Песнях Есть Давайте Перенесемся В деревню Да В деревню Зимой Вот Какие Плюсы Чистота Чистота Тишина Свежий Воздух Еще Печка Да Печка Ты мог Потрескивать Полеться В печке А русская Печка Полежать Так Замерзнешь Дочно Здорово Алые Рябиновые Дали Греют Мою душу И завод В поселения Чтобы вы Не знали Чтобы Чтобы Где Вы Где Чтобы вы Не знали Земляки Прекрасные Живут В Шангалах В Орлово В Строевское Приезжаю Как к себе Домой Расстаюсь Печалью И тоскою Потому что Рад мне Край родной В избах По-таежному Высоких Огоньки Приветливо Блестят Даже Если Прибыл Издалека Обогреют Примут Угостя В Синяках В Мехреньге В Черенове С добротой Встречают От души Повторить Видать Придется Снова Ах Деревни Наши Как вы Хороши А сейчас Расскажите Пожалуйста У кого Какая родная Деревня Ну Кто Вот откуда Родом Например Моя мама С Малой Вировой Папа С Бестужева Орловская С Торжево Так Еще Или все городские У нас Ульяновская Орлова Я не поняла Ульяновская Папа С Торжевская Мама С Березь Да Так Простите Лихачева 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 Куст Аликизская Кузейма Без район Без район Без твоего Здесь Так А у нас Нина Васильевна Нинина Здесь Есть Нет Полина Васильевна Простите Пожалуйста Вогнулась Здесь Прям Сиди И Полина Васильевна Прочитает Стихотворение Страевское Едва ли я Робкой Стракой Тебя Возвеличить Могу На Дусте Село Страевское На Левом Ее Берегу Полень Их Игорная Круча Какой Необъятный Простой Наверное Было бы Лучше Село Вознести Новго И Богу И Господу Богу Поближе И Солнышку Ближе Чуть-чуть Сегодня Другой Я Вижу Другой Исторический Путь Ведь В давнее Давнее Время Еще С листого Креста Какое-то Чудское Племя Усвоило Эти места Хоть Люди Ки Прятались В ямах И Идолом Жертвы Несли За Вольную Волю Упрямо На Смерть Не Задумавшись Шли Но Все Ж Пришедшие Пришельцы С заката На Ушкоях Приплыв По реке Одолели Чудиного Ратия И След Их Пропал Вдалеке И Выбрали Место Воское Тепло Под горой И Светло Название Село Строе Ское Подсказку Такую У нас В библиотеке Есть книга Душа моя Павел Как вы думаете О ком Я говорю Здравствуйте Здравствуйте Можно я Мастурчик Да? Ремня Нельзя Я очень Благодарен Конечно Олегу Алексеевичу За то Что мы Вместе Творим На Таустянской Земле Пишем Песни Которые Востребованы Дни Очень Часто Просят Исполнить То есть Другую Песню На стихе Олега Алексеевича Недавно Прошел Мой концерт Ну Не только Мой Он С моими Друзьями И Как-то Я составлял Программу Концерта Составил И посмотрел Что Из пяти Песен Которые Написаны На стихе Олега Алексеевича Четыре Вошли Вот В этот Концерт Это Давайте Делать Добрые Дела Будь Здоров Мой Отец Дальше Колокольные Звоны И Песня Пожелания Одна Единственная Не вошла В мой Концерт Я Постеснялся Включить Эта Песня Про Мой Небольшой Лесной Поселочек Хоть Продородимая Да Да Там Сейчас Живет 21 Человек Еще Много Да Еще Много Да И Слава Богу Кашином Встающий Магазин Содержит Но Это Не Об Этом В общем Я Так Думаю Олег Алексеевич Что Вот Ваше Творчество Оно Будет Жить Не То Что Век Оно Будет Жить Много Веков Потому Что Это Все Изложено В книгах В цифровом Формате И Наше Поколение Наши Дети Внуки Правнуки Они Будут Сегда Читать И Слушать Ну А сейчас Я Позвольте Исполню Песню Про Кочку Курадима Кто Там Не Бывал Но Олег Алексеевич Там Вы Очень Давно Мы Были Вместе Там Я Сейчас Сказал Что Олег Алексеевич Кочку Зарастает Очень Сильно Сосны Растут Очень Быстро Лес Не Растет А Очень А где В населенных Пунктах Он Растет Очень Быстро Столько Нам И Пройдено На Земле Дорог Но Зовет Нас Родина В Тихий Уголок К Речке Что Из Озера Убегает Вдаль Унося С водицею Этих Мест Печаль К Речке Что Из Озера Убегает Вдаль Унося С водицею Этих Мест Печаль От Желанной Встречи Слезы По щеке Сердцу Стало Легче С водицею 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 Обещаем родину мы не забывать Живи ты мой поселочек в тишине лесной У берез и елочек милый и родной Живи ты мой поселочек в тишине лесной У берез и елочек милый и родной Кочкурга родимая, нет тебя милей Кочкурга любимая, жар души моей Кочкурга хранимая, Богом и судьбой Кочкурга, едины мы навсегда с тобой Кочкурга, едины мы навсегда с тобой Кочкурга любимая, я всегда с тобой Все дела и дела, мне порой не хватает советов отца Ведь дорога меня далеко умела Мир большой от родного крыльца Ты нас по совести жить и трудиться учил Дорожить своим делом и честью Сам ты праведно жил и отчизне служил На судьбой обозначенном месте Так будь здоров, мой отец И живи столько лет, сколько нужно И пусть долго горит в окнах ласковый свет В окнах ласковый свет в нашем доме И пусть долго горит в окнах ласковый свет В окнах ласковый свет в нашем доме Ты не грустишь, что давно Побелели везди У тебя, внуки, есть продолжение славного рода Мы с тобой, отец Как и прежде близки И мы все заедино с русским народом Так будь здоров, мой отец И живи столько лет, сколько нужно На этой земле И пусть долго горит в окнах ласковый свет В окнах ласковый свет в нашем доме И пусть долго горит в окнах ласковый свет В окнах ласковый свет в вашем доме Колокольные звоны, конечно, ее нужно петь мощно С хором я обычно ее пою В дуэтном исполнении Но тут вот как получится, я не знаю Но было вот там у меня на кухонке Без колокольные звоны Возрождаются храмы, освящаются храмы Колокольные звоны плывут над рекой Исцеляются прошлого времени раны И страна обретает душевный покой Вера в жизнь и любовь Русской силы духовность И за веру на бой Наши прадеды шли Чтобы в душах людских Не копилась греховность Чтоб они только свет Только радость несли Чтобы в душах людских Не копилась греховность Чтоб они только свет Только радость несли Колокольные звоны Колокольные звоны Колокольные звоны В красной меге Звучат голоса Колокольные звоны Колокольные звоны Поднимает их эхо В заречных лесах Православие в нас Это прочность России Пусть малиновый звон Над землею живет Никакой ворог нас Никогда не осилит Коли будет единым Наш русский народ Никакой ворог нас Никогда не осилит Коли будет единым Наш русский народ Колокольные звоны, колокольные звоны Красной меди звучат голоса Колокольные звоны, колокольные звоны Поднимает их эхо в заречных лесах Колокольные звоны, колокольные звоны Поднимает их эхо в заречных лесах АПЛОДИСМЕНТЫ В каком концерт? Мне приятно, это конечно Вечер? Мы старались Не знаю, что с поэзией Я не считаю себя поэтом Я все-таки больше прозаик А поэзия так попутно идет с прозой Вот сейчас, когда последний сборник выходил В 94-м году В 2014-м С тех пор ни одного сборника не выходило Но Я работал над прозой Но стихи все равно попутно писались И пишутся, и продолжают писаться Буквально вчера Опять что-то там написалось И так далее И собралось уже их столько Что можно пускать большой-большой сборник Я сейчас над ним немножко работаю И смотрю, там кое-что убираю Что-то меняю Готовлю ручкусь к изданию Но еще я говорю, что поэзия для меня не главная Ибо в поэзии не скажешь все, что у тебя есть Что ты знаешь, что накопил Какой багаж жизненный, человеческий Материал какой есть и так далее Поэтому, конечно же, это проза А без прозы, как говорил, по-моему, Рубцов часто побеждает проза Понимаете, я признаю чаще Никуда-то не от этого не деться Вот вышел роман «Время каяна» В двух книгах Мне уже говорят, что будет дальше С этим героем Что будет дальше с этим солхозом Который там, тебе литературный солхоз С тем районом и так далее С основной, что было Поэтому, конечно, у меня задумка такая Что я написал третью книгу завершающую Чтобы это была трилогия Это трилогия, которая завершит Может быть, отражение в русской Северной литературе 20-й век Если он начат был Книгой Николая Жернакова «Краснотау» Затем продолжен книгами Василия Белова-Кануны 30-е годы Затем Абрамов Со своей тетралогией Уже война и послевоенное время То вот «Время каяна» Это уже конец 20-го века Как раз он завершает русско-крестьянство На севере Которое, к сожалению, сегодня Слово «крестьянин» уже как бы не упоминается Его нет И нет такого сословия Но, тем не менее Я себе такую задачу поставил Что надо завершить эту книгу Чтобы 20-й век Закончился И что В той местности, которая отражена В этой книге Что с ними стало дальше Что стало больше Кстати, о Кочкурке Здесь в этом романе Есть и Кочкурка тоже Упомянута Потому что Там по ходу действия Значит Отец главного героя Лесник, Леснижий Он, значит, да, едет И, может быть, встречается С ее последними жителями Но, к сожалению Последние жители Мы еще и с Пашей говорили Что Геннадия Феохановича Лидия Иосифовна Жуковых Уже нет Единственные жители Которые были в Кочкурке Жили Их уже нет Стоит тот большой дом Над озером В котором Мне приходилось ночевать Вот, значит Пустой теперь Пустой и холодный Как и многие-многие Дома в других деревнях Наших На Руси И на нашем Русском Севере Ну и война, конечно, не уходит Из меня Из меня Есть задумка Написать еще одну Военную повесть В книге Заград отряд Три военных повести Вышли Уже переездание Второе издание Так сказать Ну вот Написать еще одну Такую повесть По войне Материал тоже есть Надо просто садиться И работать Ну а Что сегодня У меня на рабочем столе Какая ручка Вот здесь находится Николай Сергеевич Петров Вот Значит Он А тут Меня сподвиг На одно На одно издание Которое Которое тоже Вошло бы мне близко И дорого Потому что Николай Сергеевич Значит У него корни Значит Родня Из Из Деревня Которое 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 Сегодня уже нету Там Пусто Мы были Нынче с ним Там Ездили туда Летом Там практически Ничего нет Как нет Деревни Плашной Как нет Деревни Борисово Как нет Деревни Красаврово Как нет Деревни Светный Ручей Таких деревень Нет И вот Николай Сергеевич Такой замысел Такую идею Подал Что давай Мы соберем Материал Об этих деревушках О каких там Жил И напишем Сделаем Книгу Сделаем Изнание Оставим Оставим Память Об этих Людах История этих Деревушек Маленькая Небольшая Все 50 лет Они Образовали В 20-х Годах В 20-го Века Во время Непа И закончили Своё существование В 70-е годы Там Все это Время Люди Рождались Дети Обрабатывалась Земля Вот об этом Как раз Мы с ним И сделали Книга Уже Руками закончена Передра издателю И будем надеяться Что все-таки Она Рано или поздно Рано или поздно Выйдет Эта книга Эта книга Дорога тем Что Там Масса Много людей Которых я знал Лично С которыми Встречался Почался И я конечно Лекомен Сергеевич Благодарен Что он все-таки Он Эту идею подал Что Это будет Такой Литературный Памятник этим деревням Этим жителям Которые там жили Которых сегодня Уже нет Практически Никого Есть потомки Есть Внуки Правнуки Родственники Там Много воспоминаний В этих родах По-крестьянских Которые В этих деревнях Жили Так что Вот это одно из изданий Которое уже Практически на выходе Где-то Должно быть Мы вот сегодня уже говорили Что Стифендию Медицинской культуры Значит Тут Немножко Тоже Пришлось Вести изменения Некоторые Может быть Книга Стихов Фактическая книга На самом краешке района Она готова Тоже Я начал говорить Выйдет Тоже рано и поздно В следующем году Ну и Эта литературная серия О славных земляках Она будет продолжена Потому что У меня сейчас на столе Рукопись Еще об одном человеке Которому надо оставить память Который В истории района И его имя Должно быть Вот И надеюсь Что она выйдет К июню месяц Следующего года Потому что Так Так задумано Материал уже Материал собран Здесь Большая часть Написана Буквально На днях Я буду в Архангельске И мне там надо было Встретиться С одним человеком Как бы В этой книге Немножко там Кое-что Выяснить Поговорить Я думаю, что В любом случае Книга эта Будет Фотография тоже Уже собрана И это будет Восьмая книга Из этой Литературной серии Вот Тем самым Как бы Я поставил себе Цель Создать Эти Литературные памятники Чтоб они остались В памяти наших потомков Вопрос даже не обо мне О том, что Мои именные обложки Я так С Богу так сказать Главное Это эти люди Их содержание Их жизнь Их жизнь Вот та же книга Николая Павловича Каши Мне тоже дорога Я не мог этого Не сделать Потому как Должна память Об этом человеке Остаться И мне приятно Когда Я рад Когда мы собираемся На его Газовщину Ухода из жизни В этом году Было пять лет Мы опять ездили В кладбище Собирались С его друзьями С его товарищами Потом были Потом вспоминали Его Разные случаи Из жизни Когда соприкасались С ним Это было конечно же Очень важно И важно Что мелкие уже Школьники Те же В Яновской школе Они знают о нем Они им рассказывают И эта книга Она тоже им как-то Служит Подспорьем таким Вот это наверное то что На чем я сейчас работаю Екатерий Алексеевич Можно А пока секрет Вы нам пока не раскроете Ну я Я Секрета Как такового нет Это книга Об Иване Кокорине Это книга Об Иване Кокорине О его жизни О его судьбе О его героической гибели Потому что Я его разнал лично Мы общались Мы дружили Можно сказать Даже дружили Я бывал У них дома Они бывали Всей семьей у нас Есть фотографии Когда наша дочь Его дочь Наша дочь Ярослава И его дочь Ольга Они ровесницы И когда они Убывали у нас В гостях Есть фотографии Я их фотографировал Когда они там Играли на ковре Ползали Такими же Совсем маленькими Ну и поэтому И последняя наша встреча Незадолго До его гибели Эдвард Хангельский В нашем Все это Идет В книгу Восприятия Его родных Близких Никогда не знаешь Когда начинаешь Писать Северный Чем она закончится Совершенно не знаешь Понимаете Это все такое Я написал Большую Отдельную Северный Начинаю считать Мне кажется Половина лишняя Надо бросить Вот здесь Она закончена Все Мысль высказана Она уже тут А тогда Все остальное Уже не нужно Вот так Вот так Это все происходит Так что будем Работать дальше Я надеюсь Что книги Еще будут выходить По полной Библиотеку Стенскую Новые книги Ну а уж Что останется После нас Потом Это уж Един решать Как они там Распорядятся Этим Погатством Олег Алексеевич Спасибо вам огромное Вы Олегу задали вопрос Что Как пишут на стихе Мне как-то на работе Тоже спрашивают Слушай Столько написано А как он вообще Пишет Если бы у меня Муж сидел И целыми днями Там писал Голову оторвала Столько дел Дома надо делать Но вы поверьте Что я не знаю В какой момент У него рождаются Эти стихи Как Вы видели Что ли Как пишут Нет Как пишут Я видела И знаю Я просто В эти моменты Не мешаю И часто Нас спрашивают Самое интересное У нас вообще Семья Конечно Четыре скорпиона Четыре скорпиона И поэтому Говорят Что Мне при жизни Парень не поставят А бог ни ко мне Не надо Но я хочу сказать Что Бог хоть не случайно Посылает нам Тех людей То есть Он как бы В этом человеке Говорит Что тебе надо Поправить В себе Что ты можешь Взять у этого человека Чему научиться И Как знать Наверное Я Конечно Тоже Как Олег Не думала Абсолютно О том Что Когда-то В далеком Восемьдесят Втором году Когда я Только заступала В отдел культуры И Невзоров Редактор газеты Говорит Слушай Тебе вот выпала Доля Сходи Сегодня Осветить Курсы Семинар Работников культуры Там Девушка Новая С косой Был бы Он бы Сам бы Сбегал Но уже Как бы Олег Тебе Задание Ну и Смотрю Значит Я выступаю В это время Заходит Такой Скромный Молодой Человек Да Еще Молодой Да Я думаю Ну наверное Это какой-то Очередной Заведующий Клуб Даже Мужчинного У нас В культуре Работало Ну А он В это время Когда я спросила Что и как А он Выступает Какая-то Там Косичка Через плечо Думаю Библиотекарь Какая-то И когда Анина Шутеревна Вот Она была Как раз У нас На первом Семинаре Объявила Вопросы К заведующей Отделом Культуры Есть Тут Говорит Я Думаю А что Такая Молодая Ну Ну Вот Спасибо Тоже Тем Кто Поверил В Меня Тоже Конечно Жить Творческим Человеком Далеко Не Просто Это Я Честно Скажу Вот Нет На самом Человеком Я тебя, конечно, поздравляю с этим юбилеем, желаю тебе всего самого доброго, верю, что все у тебя получится, но тост я поднимаю за Валентину. Потому что жилья с творческим человеком, я знаю, что это такое. Поэтому этим все сказано. Я больше ничего добавлять не буду. Четыре строчки сказала, которые есть, да, по поводу той, которую люблю, тоже задавали вопрос. Олег Алексеевич, наверное, Борисовой посвятил-то. Он промолчал, а я настаивать не стала. Думаю, ну и не являюсь музой, ну и ладно, зато тыл обеспечиваю. Сейчас зима как раз в такое время, что надо сидеть и работать, сидеть и работать. Не отвлекаешь или что? Это как раз самое благоприятное время для творческой деятельности. Когда ничто не отвлекает, когда ты можешь переоточиться, уйти в содержание той или иной книги. И подвести как, как лежится книга. А театр уходит в содержание, он там, вместе с ними. Я не могу со стороны как бы придумать чего-то. А я вместе с ними, с героями этих книг. И все то, что вспоминается, то, что в жизни было. Когда меня спрашивают, а насчет биографии, я говорю, вся моя биография должна стать по книгам. Вы можете в каждой книге найти что-то от меня. Я их туда отдаю просто-напросто. Потому что ничего и родится ничего. Так что, творческая деятельность продолжается. И, конечно же, я должен прямо сказать, что я никогда не думал. И не знал, и не заставлял себе, что я человек, говорится, без партбилета, без диплома, без, вообще, так сказать, из деревни, без отцовщины, к тому же, который был вынужден уйти из школы после седьмого класса. Вот. Стану писать книги, что вот столько и будет, и, в общем-то, этот процесс продолжается. И когда... Я благодарен, конечно, людям. Самое главное, наверное, у каждого из нас, когда окружают хорошие люди. Когда у тебя рядом... Те люди, которые тебе помогают, которые тебе поддерживают. И мне повезло в том плане, что, когда я приехал, вернулся из севера, 10 лет проработав на стройках, и там много чего, конечно, тоже было интересного, но это все было не то, это я чувствовал, что все не мое. И когда я сюда приехал, то меня прямо с улицы, без диплома, без партбилета, взяли на работу в реакцию районной газеты. И я благодарен Марию Терсанину Золиной и Павла Щащу-Костылеву, начинавшую секретарную икону, которые поверили в меня, видимо, почувствовали, что я что-то способен все-таки. И они тогда сказали, хорошо, пусть работает. Возьмем его. Они сказали, что возьми этого парня. Нам кажется, из него что-то выйдет. И вроде бы что-то вышло. Я, так сказать, их не подвел, их доверие оправдал. И я к Павлу Русевичу очень, фермерский директор коммунпартии тогда, и был очень-очень благодарен, потому что это был человек очень, знаете, очень строгий, очень даже, может быть, где-то жесткий, но очень человеческий был человек. Мужики рассказывали, тот же Кашин мне рассказывали однажды, говорят, как очистишься, выходишь с третьего этажа, по лестнице идешь, и, может, думаешь, сейчас упаду нафиг. До того уже в голове вот так все. А она завтра встретит, говорит, ну, чего, как тысян? Там. Да я, по-сему, ну, ничего, давай, пальцем. Меня тоже бьют. Ничего, держись, крепись. Понимаете, вот там такой был человек. Добрый, и что же, и очень строгий, и злой, вернее, строгий, потому что с ним тоже спрашивали. Спрашивали, спрашивали, по-жёстчему, чем он. Но вот, тем не менее, у меня с ним много было. Когда я сказал, что я хочу, уходил вписать им книгу, конечно, дадут, что ты, что ты, что ты, что ты, что меня написать-то? Я практически не работник кадровый. Чего мне написать-то? Что я сделал-то? Я ничего не сделал. Но, тем не менее, вот у нас много было с ним разговоров, встреч, таких, по такому трагическим случаям, в плане, что родственники наши и его жена, Валентина Михайловна, похоронен рядом, буквально вот в городку. И когда она в троицу, мы каждый раз встречались в кладбище. Он, обычно, ага, как ты там повел у своих? Я говорю, да, вы иди сюда. И мы садились в железный столик, который до сих пор стоит под ёлкой. Как ничего, значит, нет, я ему приходишь, начала спрашивать. Так, не как в единорогом. В жизни, по биографии, там, туда-сюда. Ага, он, вроде, а потом, я ничего не записывал, конечно. Так, потом приходил дома, когда уже все восстановил. Но он, потом, на последних встречах уже, видим, понял все это дело. И мне, наверное, говорят, слушай, а ведь ты это, чего-то, наверное, напишешь, а? Я не парсити, все-таки честно напишу. Ну ладно, пиши-то-ка правду. Ну я написал против правды. Никто не обиделся. Я вообще, такие книги писать очень тяжело, сложно в том плане, что это документалистика. Там все должно быть четко, точно и честно. И у всех этих людей, которые пишут, есть родственники. Близкие, знакомые. Если что не так, знаете, было очень-очень нехорошо. И вот за сколько-то, 7 книг написано, да? И никто их никогда не предъявил, поэтому не предъявил, и даже не полстольчика. По крайней мере, я выдержал то, как это все должно делаться. Вот такая моя деятельность творческая. Мне это интересно. Я этим живу сегодня. В настоящий момент перебираю свои записные книжки, блокноты, и потихонечку, оказывается, я столько там понаписал, всяких мыслей зафиксировал, что вот уже целый, может отпускать целую книгу. Я сейчас несколько штучек почитаю вам. Я пишу о людях, что ее возможно сохранится не только в настоящем, но и в будущем. Потому что именно они, эти люди, предотвращают прошлое. По нему главные действующие лица. Но с их уходом уходит и генофонд благородных, совестливых, порядочных, подвесных людей. А когда проявится, сформировается, еще неизвестно. Мне это потребуется немало времени. Уходят такие люди, с ними уходит история. Настоящая жизнь этого времени. И это неправильно. История не может быть уходящей, она, не говоря, постоянного. Когда меня спрашивают, как надо писать книги, я не пускаю в долгие многословные рассуждения, отвечаю кратко. Писать на так, чтобы было интересно читать. Успех для писателя – это совокупность честного содержания произведений, меры искренности и одаренности. Писать надо правдиво, соотнося творчество с реалиями жизни. Тогда это будет воспринято с должным пониманием и обречет успех. Мои идеалы на всю жизнь, мои идеалы на всю жизнь, поэтому я очень люблю главный город своего романа «Вечная весна». Уже хотя бы потому, что о его судьбе, о его характере, я как бы смоделировал свою, если бы жил и действовал в то время. Мне иногда говорят, почему вам не написать книгу в своем роде молодежи и для молодых? Мне кажется, молодежи и для молодых надо стать молодым. Я же плохо знаю новые поколения, даже своих земляков, потому что это уже совершенно другие новые люди. С новым мышлением, с новыми интересами, с новым исприятием мира. И главное, с новым отношением к действительности, к жизни и в целом. Их внутренний мир абсолютно иной, нежели меня и моих пролезников. Чем дольше живу, тем больше завещаю за собой, тем больше становлюсь консервантом. То ли возраст раскрасывается, то ли поджизненный, раскрасывается в свое влияние. Вот думаю, иной раз написал я свою главную книгу или еще нет. И не могу категорично однозначно сказать ни да ни нет. Поэтому придется работать и писать, скорее всего, ни одну новую книгу. Потому, как говорила Филий Шукшин, многое не сделано, но свое сделаем. Я тоже обязан сделать свое. Вот такие мысли Всевоспожие было много. Я думаю, что мы можем так заняться на книжку. Ну и завершаю, позволю себе почитать несколько стихотворений, может быть, из тех, что пойдут в большую ту книгу. Братовья мои, Кокорина Маргетта Павловича, Григория Павловича, уроженцы деревни Кутерской, которые давно уже не досветили. Я, бывая, за тоскую, что сбылось, что не сбылось, и деревню Кутерскую не бывать не довелось, вспоминаю снова с грустью, как из прошлого привет. Там она была, Русью, той, какой давно уж нет. Все ушло, все растворилось. В дымке леп, местной души, и осталось, отложилось, лишь однозначные души. Ублата Куржавой ские зрачки. Ваше благородие, госпожа Чурбина, обнимал эффект, это только не люби. Брату Николаевичу посвящен стихи. Я из деревни молча уходил, не глянувшись, глядя на дорогу, повешал мне ветер, погоди, остановись, побудься немного. И со своем высоком берегу, среди людей, которых нет роднее, у родника, звенящего в лагу, остановись, вдруг пусть опожалеешь. Но я не внял, поднявшись на порог, себя изъяло с прошлого всецело, и связи все, оттой утренней порой, свои с деревней разрушаясь смело. Меня влекла чужая сторона, нужда толкала спину не для виду, и думал я, великая страна, должна принять и не должна обидеть. Но все осталось, не просто мне жилось, испытаний выпало немало, тому же весной и бурную пришлось похоронить в земле болотную маму. И пусть нелегкой выдалась судьба, с тех пор, как я поднял, подвался к перевозу. Но я здесь познай, каждая изба, я здесь пуни, каждая береза. Светлой памяти Владимира Прагина поди в Афганистане. Мы ставим память, это кладбище лесном, подгоняем землю, подгоняем плиты, подью и парень спит, с покоенным сном, в чужой стране, в чужих горах убитый. Прости, Володя, я тебя не знал, и никогда с тобой мы не встречались, но говорят, когда ты уезжал, на дусть и птицы жалобно кричали, ты обешал вернуться по весне, сюда в лесной, поселок Красный Бор, о, если б не ударил в тишине, в разведгруппе племет в упор. А на душе, где плыли журавли, грех от боя вряд ли их тревожил, была Россия от ребят дали, куда из них вернуться каждый должен. При вместе с кровью в землю уходила, бой отдалялся, купол неба газ, а Родина все так же вас любила, и так же беспокоилась за вас. Ты первый в скользом списке земляков, кого в Кюльпании черным привезли, и я, Володя, вновь пришла о том, чтобы здесь память берегли, погибшего солдат упоминая, но все без волна приняли по сто, а никого ни в чем не обвиняя, застоял и думал я, за что, за что. Творческий человек остается всегда творческим человеком, даже в разных союзных ситуациях. В прошлом году довелось пройти меня через наш медсанбат. Вот, значит, целый месяц я там, как говорится, отдыхал, так сказать, в первую очередь. И, ну, раз человек творческий, то с медициной отношения хорошие, то, конечно, я там что-то писал в медицине. Вот. Существуйте. Поэтому, значит, из бецебатовского цикла. Вот сегодня, кстати, и только что я встречался со своим врачом, Надежда Исеевна, я не знаю, как я сегодня, что там, все хорошо, все, все, ладно, как она сказала, у вас махровый иммунитет. Ну и хорошо. Из бецебатовского цикла. Доктор Юрий Александрович, мыслики свершено. Вновь в больничной я палате, как бывало по весне, здесь в районном медсанбате, убивают боль во мне. Перед я такой напастью, бездешительный я игол, ведь санбатовские власти колют пятый день укол. На крахмарном калате входит муза со шприцом, на железе скажет, хватит, и отступит нипочем. Улыбнется, и уколет, скажет, надо подогреть, ах, как я боюсь уколов. Приходится терпеть. Ну и медсестрам там, вне родом тоже. Вот, в медсецет, Татьяне Славнее. В небе солнышко все выше, к новой день у меня пришел. Снова, снова Танин голос слышу, и плетушкой, и на укол. Она говорит, когда вы читали, а почему плетется? а я не знаю, как вы видите, кто-то вам на уколы подвигался, да? Или медсестре Валентине Макариной. Написали с нее картину Танинкрасов, генерии холста, вместе с Татьяне Славнее, Валентина, Валентина, доброта. Валентина, значит, не всегда замечательно, замечательно у нас председательные, замечательно у нас. Я живу в своей деревне, тихо, мирно, без музеев, а в деревне нашей древней ни коровы, ни козы, и не видят их с пеленок в жизнь входящий человек. Правда, был один теленок, на его недолго, клятый. Только кошки да собаки наши верные друзья иногда заводят драки, им без драк никак нельзя. А народ у нас степенный, как везде у нас народ. Ну, кое-кто напиток пенный заливает часто в рот. Если те, если те, то посерьезней, то примут в семь момент, но в целом-то с дверезой деревенский контингент. Вот такие вот. Я бы не поехал, никуда не гляну, все укропное, люди все свои. Здравствуйте, устьяны, здравствуйте, устьяны, дорогие, славные мои. Здесь народ хороший, с добрую душою, и живет, и трудится на своей земле, и на всюду правиль, малое, большое, чтобы жить успешней, лучше, веселей. Посмотрите, посмотрите, люди, о чем красиво, на какой деревне русским стоят, в северной Таежной уголок России, родина, любимая моя. Все друг друга знают, и, пожалуй, любят, даже если близко, с кем-то не знаком, но, коль приезжий, может приголубят, и он непременно станет устьяковым. Если не бывает вовсе безвезьянов, только горчаться, стоит ли о том, здравствуйте, устьяны, здравствуйте, устьяны, помысле велико, чистом, простом. За все, что пишу, отвечаю, как разжить сполна. Деревня не все примечает, не все принимает она. Если душой доброй, то приходи и селись, будет соседство долгим, будет незряшная жизнь. Что там осталось в прошлом, не спросит, не упрекнет. Все в ней намного проще, смотрит она вперед. Как бытие врастаешь, сходишься, как с людьми, крепкий дом поставил, счастливый для тебя в любви. В ней каждый житель личность, все на виду у всех. Кольцам уйдешь, приличие, рассчитывая успех. Ну и последняя история о моем детстве. Блин, еще одно. Не рукой, пожалуйста, окушка, я считать не буду, не смогу. Пусть живет подольше деревушка, над рекой, на левом берегу. Погоньки по вечерам светлеют, по утрам идет из труб дымок. Ничего и ближе, и роднее я нигде бы отыскать не смог. Чем вот эти серые избушки, что стоят историю храня. Здесь любая тихая старушка большому счету мне родня. И когда по улице широкой вновь иду, в деревне проходя, чувствую, решулившись из окон, с интересом на меня глядя. Им так важно, кем на свече значусь, что храню, имею за душой. Ну а раз тогда в лавке с кем не прячусь. Знать, с открытым сердцем к ним пришел. Мне вот сегодня прозвучала здесь песня о Кыргане, да, значит, «Ход в кошку». Я вообще побывал в Куртийске во всех в основных пунктах района. И на среди всех населенных пунктов района есть деревушки, которые не почему-то особо надороги. Та же Кырган, действительно. Значит, тоже Лусшова, скажем. Крысковская, Слобода, в Синяках. Значит, Пахушевская, значит, здесь, недалеко от нас. Я даже где-то в избушку приобрели вести себе. Все ходил, мы туда ездили, по ягодам, в кладбище, значит, избушка, как пожаловалась, такая избушка небольшая. Зашли мы, зашли в магазин, я бы, узнаешь, что-то в избушке стоит утропинки. Небольшая такая. Я бы хотел ее приобрести, чтобы летом приезжать сюда, набрать, значит, пачку бумаги, значит, работа, писать, писать книгу. Они говорят, а зачем, зачем покупать? Приезжай, живи. Вот, на этом. Живи, ради бога. Спасибо тоже большое. Олег Алексеевич, это тебе тонкий намек, чтобы в доме завелась валюта, ты можешь не сильно напрягаться с проектами, а отсюда купоны встреч будешь. Спасибо, Гаринка. Спасибо большое вам. Здоровье вам самое главное. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.